На сладкое сегодня предлагаю ванильное суфле. Самые модные рестораны Москвы и Питера сейчас делают такой десерт, и он дико популярен. Много поваров пытаются повторить рецепт, но мало у кого получается, а у нас получится. Ванильное суфле это такое нежное, теплое суфле из духовки, которое просто тает во рту. Оно такое объемное, воздушное, пушистое, как крылья ангела. И реально очень вкусное. Сейчас модно, я смотрю там в социальных сетях, в Москве в ресторанах делают, все вот его инстаграммируют, в соцсети выставляют. Очень классный десерт для маркетологов, потому что смотрят на него, хотят попробовать и идут в этот ресторан. Внимание сюда, сейчас я вас научу этот десерт готовить. Тут есть, как вам сказать мягко, множество хитростей, и надо за ними следить. Если что-то сделаете не так, не получится ваш десерт, поэтому смотрите внимательно и запоминайте. Дома, кстати, его можно сделать тоже легко. Раз-два сделаете, все получится, и потом, поверьте мне, все будут в восторге, все будут просить у вас всегда приготовить какой-то такой десерт. И может быть он станет вашим фирменным семейным десертом. Первым делом нужно отделить белки от желтков. Очень важно, чтобы ваша посуда была идеально сухой, иначе ничего не получится. Видите, у меня чистый сухой сотейничек и идеальная мисочка. Отделяем белки от желтков. Здесь у меня два яйца. Сюда белки. А сюда желтки. Белки должны быть в миске. Здесь я их буду взбивать. Желтки должны быть в сотейничке, потому что я их буду чуть-чуть заваривать. Здесь у меня одинаковое количество сахарного песка. Здесь 20 грамм, и здесь 20 грамм. Один сахар отправляю к белкам, а другой к желткам. Опа! Так как у меня суфле ванильное, немножко ванилина. Немножечко к белкам, и немножечко к желткам. Тут вообще нет ничего сложного. Никаких каких-то секретных ингредиентов. Все просто, главное нюансики соблюдать. Здесь есть небольшое количество молочка. Отправляем к желткам. И тщательно перемешиваем. Смотрите, что получается. Молоко, желтки, сахар и немного ванилина. Все это тщательно перемешиваем. И убираем в сторонку. Сейчас мы будем это подогревать на водяной бане. А пока белки с сахаром нужно взбить до устойчивых пиков. Взбиваем сильно. Довольно-таки долго. Сейчас поднимется объем, сахар растворится, они станут плотные. Это то, что нам надо. Взбивайте на высокой скорости, не стесняйтесь. Суфлетто, бомбитто. Вообще результат у нас просто поразит. Я сам в шоке. Это так круто, реально круто. Нежно, вкусно. Просто бомба. О, видите, плотные пики. Проверим. Еще капельку. Чтоб еще плотнее стало. Чуть-чуть. Ну все, отлично. Видите, белки должны очень плотно взбиться. Видите, они никуда не деваются. До высоких пиков крепкие белки. Ален, знаешь, что такое высокие пики? Ну иди сюда. Иди сейчас покажу. До высоких пиков это означает, что можно взять так белок. Так раз. Видите, на голову не падает. Ааа! Ааа, испугалась? Вот, видите? Это значит высокие пики. Белки взбили. Теперь наша молочная желтковая масса. Смотрите, ее нужно чуть-чуть подзаварить. Но не сильно, а просто нагреть, чтобы желтки стали чуть-чуть работать. И как бы масса начала становиться немножко гуще. Для этого мне нужна водяная баня. Вот такой вот сотейничек. Нагреваем. Там вода уже горячая, сейчас она быстренько нагреется. Ну все, водичка кипит. Перемешиваем. Аккуратно. Сейчас будет образовываться пар. Ни в коем случае сотейник не опускаем в кипяток. Иначе заварится все. Нам нужно слегка подогреть, чтобы просто желточки чуть-чуть начали работать. Стали такие тепленькие, хорошенькие. Понимаете? Просто здесь же еще мука, да? Если сейчас муку смешать с желтками, а потом туда добавить белки, то масса будет слишком жидкая. Она как бы не будет такой плотной, как должна быть. Поэтому сначала желточки капельку завариваются. Совсем чуть-чуть. Чуть-чуть. Туда добавляем затем муку. Капельку подзавариваем с мукой. И все, наше тесто уже будет немножко гуще. И суфле получится правильное. Ммм, как вкусно с ванилькой. Все, желточки чуть-чуть подзаварили. Ну буквально слегка, чуть-чуть. Понимаете, она масса, она должна быть. Вот руку в ней держу. Ничего там супер горячего. Затем добавляем туда муку. Перемешиваем. Масса начинает автоматически сразу быстро густеть. Еще и чуть-чуть так вот перемешиваю. Тщательно, чтобы не было никаких комочков. И затем таким же образом отправляем на водяную баню. Буквально капельку подогреваем, чтобы мука набухла. И тесто стало таким густым. Короче, здесь чем плотнее масса, тем лучше суфле повышится. Все, ребята, посмотрите. Вот это наше тесто на желтках. Хорошенькое, заваренное. Немножко тепленькое, но не горячее. Все, водяную баню отключаем. Теперь нужно белки смешать с желтковым тестом. Прямо туда отправляем белочки. Вот так вот, плотненькие. И замешиваем. Но замешивать тут надо не венчиком, а именно лопаткой. И аккуратно. Важно не потерять объем. Поэтому вот так вот перемешиваем. И не просто не взбиваем, а вот именно вот так. Смотрите, сверху вниз. Так вот, сверху вниз. Потом немножко вот так. Немножко вот так. Снова сверху вниз. Сверху вниз. Будем так чуть-чуть, хоп, поверху. Убедиться, что нету комочков. Как только почувствовали, что вроде равномерно перемешали, дальше мешать не надо. Иначе потеряете объем. Вот такое тесто должно получиться. Смотрите, плотное, эластичное. А вот теперь начинаются чудеса. И вам нужно за ними следить. Потому что это магия кондитерская. Если сделать не так, то у вас ничего не получится. Сразу рекомендую. Можно в керамической форме выпекать. Но лучше всего такие десерты получаются, приготовленные в металле. То есть, вот видите, это нержавейка. Вот в нержавейке отлично получается. Надо найти какую-нибудь кастрюльку. Или какой-нибудь сотейничек небольшой. Или какую-нибудь сковородочку. Тогда получается классно. Дальше вам нужно сливочное масло и кисточка. Сначала смазываем дно. Вот таким вот образом. Как смазано дно, все равно. А вот как смазаны стенки, это важно. Смотрите, суфле, оно же нежное во время выпекания. Белки начнут схватываться. Оно начнет увеличиваться в объеме. И у него будет появляться такая своя энергия, за счет которой он будет подниматься наверх и влазить за пределы этой кастрюльки. Так вот, чтобы ему прямо сразу же наладить дорожки, по которым он будет подниматься, масло сливочное смазывается вот так. Берем просто так кисточкой. И вот так вот. Оп. То есть, не каким-то вот таким образом, а именно со дна поднимаем наверх. Вот так. Аккуратненько, смотрите, делаем такие вот канавочки. Оп. И тем самым у вас суфле прям по ним, как по маслу, в прямом смысле слова, время выпекания будет подниматься. Так вот, раз и все, и ничего не мешает. Наоборот, все дает энергию. Суфле идет вверх-вверх, становится воздушнее и воздушнее. Ну, а теперь аккуратно выкладываем суфле в нашу форму. Оп. Оп. Затем наша задача суфле распределить аккуратненько, ровным слоем. То есть, прямо надо размазать, чтобы у вас было по всему периметру. Идеально оно так сделано. Опа. Можно так слегка, ну, совсем чуть-чуть, побить о пол. Теперь нужно суфле разровнять, чтобы верх был идеально ровный. Это удобно сделать какой-нибудь линейкой или вот таким вот большим ножом. Смотрите. Значит, берем. Нож. И вот таким вот образом, как бы, раз, убирай лишнее. Понимаете? Видите, какое ровное получилось суфле? Вот благодаря такой технологии как раз у вас все получится идеально. И суфле будет ровненькое и красивое. Но это еще не все. Видите, сейчас суфле прилипло к краешкам. И оно будет мешать. То есть, вы будете выпекать, оно здесь хватится, и что-то ему будет мешать. То есть, понимаете, суфле, оно должно идти как по маслу. Ничего не должно мешать. Есть такая технология. Берете пальчик и вот так вот, просто пальчиком, делаете вот такую канавку по кругу. Тем самым нарушаете вот эту границу. Все, теперь этому суфле ничего не мешает идеально подняться. Во-первых, я сделал канавку. Тем самым у нас будет все схватываться и подниматься. А с боков все будет идти как по маслу. Выпекаем на температуре 160 градусов 12 минут. Ну, иногда 10 можно. 12 иногда много. В зависимости от духовки. Аккуратненько. Ждем. А пока коротаем время недалеко от духовки, поглядывая за суфле. Аккуратненько, друзья, достаем наш ванильный пудинг. Смотрите. Ну, просто, ну, загляните. Загляните. Вот вам. Понимаете, сюрприз, волшебник. Аккуратненько вот так раз. Оп. Вы посмотрите только на эту красоту. Аккуратненько так вот и устанавливаем сюда. Опа. И все. Готово. Настоящее. Вкусное. Супер нежное воздушное ванильное суфле. Посмотрите, как запеклась у меня шапочка сверху. Вот если приглядеться, шапочка плотненькая. А внутри чувство нежное. Это суфле имеет свойство немножко оседать. Поэтому его обычно после приготовления сразу подают к столу и быстро едят. Ну, несколько минут у нас в запасе есть. Кто-то заливает туда крем, кто-то кладет мороженое, кто-то все перемешивает и ест. Но самое главное, что здесь нежная консистенция и воздушная текстура. Такой десерт, почему я его положил так красиво в тарелочку и салфеточку? Потому что он подается прямо в этой посуде, в которой выпекался, и прямо оттуда естся ложкой. Перекладывать его никуда не надо, потому что это просто невозможно. Ну что, давайте. Ай, какая красота. Какой вкусный и нежный. Смотрите, у стеночек он стал такой плотненький, подпекся. А в центре еще даже такой чуть-чуть, видите, жидковатый. Насколько он нежный и воздушный. Крутое суфле. Ну как вам сказать? Ну просто сразу тает во рту, как облачко. Раз и растаяло. И это здорово. Для ванильного суфле вам понадобятся яйца, сахар, мука, молоко, ванилин и сливочное масло. Одно ванильное суфле 39 рублей.